Идеалы святости Здесь чудесным образом запечатлелась земная и мистическая жизнь святых, влюбленность и преданность России, своему святому прошлому. Отец Федор, интересно узнать, вот ваше мнение, допустим, в живописи современной есть какие-то течения, авангард, реализм, сюрреализм, а вот в росписи церковных храмов какие-то есть моменты, которые можно отталкиваться от которых? Есть, конечно, в церкви существует канон, то есть каноническая роспись, которая идет от древности, поэтому нельзя, так сказать, какие-то там, особенно сейчас, конечно, есть много храмов расписанных, которые в западном стиле, так сказать, где изображены иконы, вот такие, можно сказать, телесность такая, понимаете, вот есть там красивая такая там и мышцы, и мускулы, это все, то есть, а каноническое письмо, оно такое, это как одухотворенное. Считаете ли Вы, что этот храм Божий поможет людям, которым все труднее и труднее жить, в их преодолении трудностей? Конечно, храм Божий, это всегда было то место, как говорится, если уже человек в таком горе, да, и уже нет места на земле, где бы успокоить его душу, он всегда приходит в храм Божий. Сегодня повсеместно прежде разоренные храмы возвращаются к жизни. Этому в невалой степени способствует энтузиазм вчера еще светских художников, связанных с церковью искренним влечением веры. Один из таких художников – Сергей Михайлович Соломатин. У Шопенгауэра есть такое высказывание, что иконы – это как великие особы, да, то есть, к ним как-то даже не подходят и не обращаются, а ждут, когда они сами с тобой заговорят, да. В этом смысле задача, конечно, непростая, и возникает ряд сложностей, так сказать, и морально-этического порядка, и, так сказать, внутри вас, да, в душе? Конечно, безусловно, да. То есть, как все мы грешные, да, то есть, с крыльями нет никого, так сказать. Ну, а что делать? Вот такая ситуация, да, то есть, жизнь идет, жизнь одолима, надо делать. Сергей, ну, вы можете сказать, что, допустим, что к этой работе вы шли всю жизнь? То есть, я знаю художника в миру, очень хорошего художника, и вдруг вот такая работа, новая. Вы знаете, мне кажется, к любой работе идут всю жизнь, то есть, к любой работе. Ну, в каком смысле? Храм, вот, допустим, храм Божий, да, то есть, что это такое вот в абстрактном смысле? Это как место единения всех, да, то есть, и твари, так сказать, земной, и человека, и зверей, и птиц. То есть, не войны, не бойни, так сказать, а мира и, так сказать, любви. В 34 года член тогдашнего союза художников СССР Соломатин выставил свои работы в Манеже на Красной площади. Еще раньше, в 30-летнем возрасте, он выполнил заказ для музыкального института имени Глинки. Огромное панно, как символ социалистического монументального искусства, и сегодня является предметом гордости и восхищения магнитогорцев. По его мнению, свежий ветер реформ наполнил паруса тех, для кого застойный период совпал с внутренним творческим застоем. Он же двигался всегда. Как оказалось, двигался в область Святаго Духа. В его устах фраза «Террор рынка страшнее террора прежних выставкомов» звучит с пророческой обреченностью. Вон это и вообще храмовая живопись. Это очень жизнеутверждающая в цвете, так сказать, вещь, если можно так выразиться. С одной стороны. А с другой стороны, аскетизм форм. То есть нет такой, что ли, телесности, как у Рубинса, да? То есть, наоборот, как бы дух преавалирует. Дух первещина, так сказать, материя вторична. То есть утверждение идеала святости и кроткости русского характера, так? Тут можно по-разному сказать. Если, допустим, художник в общей форме светской рисует картины, что такое картина? Это эквивалент действительности, да? Эквивалент действительности, можно. То есть не говоря уже о форме. А это другая действительность. Это просто другая действительность. И к ней надо подходить так. Не слепок живой жизни? Нет, конечно, нет. И даже наоборот. То есть даже наоборот. И что получается? Вот смотрите, то есть как бы Пасха, то есть Рождество, Вознесение Господне, да? Это как бы великий праздник, да? Но перед Пасхой у нас что? Страстная Седминица, да? Происходит. То есть время ограничения себя, так сказать, время каких-то раздумий, да? То есть очищения. Вот этот период можно сравнить с аскетизмом вот этой формы, да? А цвет – это как Пасха, то есть как Возрождение. Понимаете? То есть получается такая диалектика, связь. То есть глубокая философская связь между аскетизмом формы и радостью цвета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова